Снег накроет сразу несколько регионов Казахстана. Зима не хочет отступать. По данным Каз Гидромета, осадки и усиления ветра ожидаются в северных, восточных и центральных районах страны. Температура воздуха днем до 5 градусов морозом. На западе синоптики прогнозируют безветренную погоду, без снега. В столице переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер до 7 метров в секунду. Столбики термометров покажут ночью до минус 10. А сейчас главные темы этого выпуска. До конца года в Казахстане запустят новейший суперкомпьютер. Им смогут пользоваться представители научных и академических кругов, а также технологические стартапы. Ожидается, что комплекс в перспективе поможет в развитии искусственного интеллекта в стране. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Суперкомпьютер, возможно, разместят на базе Центра обработки данных компаний национальной информационной технологии. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Позже его намерены перенести в отдельный блок. Также ранее появилась информация о том, что оборудование будут сдавать в аренду компаниям из других стран. Но в ведомстве ее опровергли. Такого в планах нет. На самом деле ключевой задачей создания суперкомпьютера является именно обеспечение инфраструктурой и доступностью наших отечественных технологических компаний. Наши отечественные технологические компании для того, чтобы они прорабатывали свои инновационные проекты, для того, чтобы наши технологические компании выходили на экспорт и развивали нашу экономику. Сейчас формируется проект порядка доступа к суперкомпьютеру, который будет также включать возможность коммерческого доступа. Реализацией проекта займется арабская компания Preside AI. Она успешно развивает искусственный интеллект в рамках арабского сегмента с учетом языковой модели. Их опыт может помочь в создании ИИ на казахском языке. Ну а сейчас в регионы Акмолинской и Туркестанской областей там школы в первую очередь обеспечат широкополосным интернетом компании Starlink. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Первая партия 500 штук комплектов уже прибыла. В течение следующей недели оборудование доставят по конкретным школам в эти регионы. Остальные же получат их со следующей партии. Она, по словам специалистов, ожидается через 10 дней. В пилотном режиме быстрым и стабильным интернетом обеспечат 2000 сельских школ. Все то же самое, как вот здесь вот мы наполняем. Что мы можем стремиться к тому, чтобы использование таких телекоммуникаций было безопасным. Это касается, начиная от хранения персональных данных, да, жителей страны, фильтрации какого-то противозаконного контента. Поэтому применимость любой новой технологии, ее надо сначала испытать и определить возможностью использования в течение действия пилотного проекта будут определены, в первую очередь, технические меры. Тем временем с проблемой некачественного интернета сталкиваются в половине населенных пунктов области Лутау. В 30 селах мобильная связь и интернет отсутствует. Есть проблемы с доступом к всемирной паутине и на трассах республиканского значения. Интернетом, равно как и сотовой связью, путники могут воспользоваться только на некоторых участках дорог. Причем эта проблема актуальна не только для области Лутау, но и других регионов нашей страны. Наши коллеги выясняли. На некачественный интернет жалуются не только жители отдаленных районов региона, но и областного центра. По словам жесткозганцев, периодически соединение обрывается или передача данных происходит очень медленно. При этом для многих интернет необходим для работы. Толкин Балкибаева возглавляет общественный фонд, оказывающий поддержку детям с ограниченными возможностями. Документы, отчеты через электронную почту отправляю очень часто. Веду страничку фонда в соцсетях. Для этого использую мобильный интернет. Но его качество оставляет желать лучшего. Иногда загрузить нужный файл удается с нескольких попыток. Есть проблемы и с мобильной связью. По словам чиновников, ситуация должна измениться к лучшему в ближайшие несколько лет. В планах запустить жесткозгане 5G и увеличить охват волоконно-оптическими линиями связи. Как отметили в Акимате, доступ к глобальной сети получат жители с 63 населенных пунктов области. Местные власти обещают наладить связь и интернет и на республиканских трассах в направлении Караганды, Казаларды и Аркалыка. В Актюбинской области большое внимание уделяется отдаленным населенным пунктам. До конца года к интернету подключат больше 40 таких сёл. У нас есть сёла, в которых нет мобильного интернета. Но есть стационарный интернет. То есть его используют только дома в школах. Есть более 30 населенных пунктов, в которых количество проживающих людей небольшое. Но мы рассматриваем вопрос, чтобы их тоже обеспечить интернетом. Практически вся Атарауская область охвачена интернетом. Текущая доля составляет 99,2%. Сейчас идёт работа по установке базовых станций сети 5G. Всего до конца года их будет 40. Кроме того, в этом году в рамках национального проекта «Доступный интернет» проведут волоконно-оптическую сеть в 38 населенных пунктах. Гульбану Гарифулаева – одна из тех, кто по роду деятельности активно использует интернет. Он является для неё источником дохода. Мне интернет нужен как воздух. Ведь мы рекламируем предпринимателей через социальные сети и тем самым увеличиваем их доход. Иногда из-за низкой скорости возникали помехи в работе. В последнее время стало замечать, что скорость интернета увеличилась. Я очень рада, что появилась возможность пользоваться 5G. В целом уровень цифровизации отдалённых сёл пока невысокий. Вся надежда жителей на качественную и своевременную реализацию мер, запланированных в регионах. Так, в рамках национального проекта «Доступный интернет» должны охватить интернетом более 3000 сёл по всему Казахстану. Ну а мы продолжим обсуждать тему искусственного интеллекта и суперкомпьютера с Ростиславом Анатольевичем Коняшкиным, председателем правления Акционерного общества национальной информационной технологии. Вам доброе утро. Доброе утро. Скажите, наверное, для многих людей это всё-таки космос. Что такое суперкомпьютер в первую очередь? Объясните. Если простым языком, то суперкомпьютер — это такие же сервера, только чуть другого типа. То есть это сервера, большой кластер из серверов, которые собираются в одну кучу. И на базе этих серверов можно производить очень сложные вычисления, очень быстрые вычисления. И по факту это сервера, которые могут делать много-много-много операций в единицу времени. Плюсы и минусы. И зачем он нужен Казахстану сейчас? Это вот мы как раз проговорили про плюсы, а про минусы. Грозит ли казахстанцам это в безопасности? Давайте про это. Утечка данных и прочим. Окей, давайте поэтапно. То есть для чего вообще используют суперкомпьютеры, для чего они нужны. Сейчас с учетом текущего тренда и по факту, можно сказать, развития искусственного интеллекта, который проникает практически сейчас во все отрасля, от госуправления до образования, производства и так далее. Суперкомпьютер в первую очередь нужен для того, чтобы обучать математические модели, алгоритмы, если более простым языком, и нейронные сети. То есть для того, чтобы программа а-ля искусственный интеллект могла что-то делать сама автоматически, нужно сначала ее научить этому делать. Именно для этого используются суперкомпьютеры, для того, чтобы обучить нейронные сети, обучить модели и алгоритмы. С точки зрения персональных данных, сейчас есть там несколько векторов развития, которые используют страны во всем мире. То есть кто-то использует оборудование за рубежом, кто-то использует оборудование, которое закупает самостоятельно, ставит у себя. Потому что основной сейчас порог входа, основная проблема со входом на рынок искусственного интеллекта, это как раз-таки приобретение оборудования. Потому что оно очень дорогостоящее, на него очереди буквально в год-два по производству. В том числе отдельные страны разрешают компаниям экспорт только через государственное согласование. То есть это такой довольно-таки сложный на самом деле процесс по просто согласованию возможности приобретения необходимого оборудования, необходимых серверов для того, чтобы собрать суперкомпьютеры. То есть здесь, к сожалению, когда первые новости вышли, да, многие люди, не совсем правильно было разъяснено с нашей, в том числе, наверное, стороны, о том, что в Казахстане будут создавать суперкомпьютеры. Чтобы было понимание, никто его производить с нуля не собирается. Рассматриваются различные вендора сейчас в мире, которые производят это оборудование для того, чтобы его закупить, поставить здесь и использовать на территории нашей страны, в том числе в Центре обработки данных ООН «Национальной информационной технологии». И мы все-таки хотим услышать ответ про утечку данных. По данным. Данное оборудование будет располагаться у нас без доступа во внешние контуры. То есть как у нас сейчас обеспечена защита данных. Есть определенные программные обеспечения, оборудование, которое защищает наш периметр от проникновения извне. В том числе есть такой метод, когда полностью закрывается отдельная сеть. Это внутренний контур, который мы охраняем, который охраняет Государственная техническая служба Комитета национальной безопасности. Соответственно, для обучения ИИ моделей мы будем использовать оборудование, которое будет располагаться здесь. Если же мы будем работать с какими-то внешними партнерами, то это только обучение моделей по деперсонализированным данным. То есть в которых нет никаких ваших персональных данных, условно, к примеру, можно использовать при обучении модели, допустим, казахского языка. То есть о чем сейчас очень много говорится, создание казахской именно LLM. Это модель для того, чтобы, как бы так объяснить, чтобы ИИ мог понимать хорошо язык, чтобы мог на нем хорошо качественно отвечать, чтобы мог правильно подбирать необходимые фразы. Если вы пробовали использовать чат GPT, то вы когда пишете, он вам практически сразу же отвечает, подбирает неплохие слова и так далее. Ну, там не было этой функции на казахском языке. Да, да. Вот как это работает? Это работает, загружается очень большой массив данных, текстов, учебников, писем, не знаю, какой-то еще другой информации. И очень много экспертов, людей пытаются разметить эти данные. И объясняют, говорят, вот здесь вот я тебе задал вопрос, ты ответил правильно. Вот здесь я задал тебе вопрос, ты ответил неправильно. Соответственно, за счет этого нейронная сеть, модель, вот алгоритм. Да, уже корректируется в процессе. Да, уже корректируется, условно, да, а-ля поведение и правильность ответов. Арсан, можно еще вот в завершении этого вопроса? Учитывалась ли недавняя ситуация с утечкой наших персональных данных всех казахстанцев при разработке? Меня вот это интересует больше. Хорошо, мы локально здесь, в Казахстане. Что вы изменили? Да, учитывается. Смотрите, я не буду, наверное, комментировать недавние новости, которые, в принципе, довольно-таки широко обсуждались в соцсетях, в том числе, да, и в СМИ. Ну, это резонансный случай. Да, довольно-таки резонансный случай. При выборе вендоров, при выборе производителей, которые производят то или иное оборудование, мы всегда учитываем потенциальные риски информационной безопасности. Да, я думаю, что это решение принимается, ну, чтобы вы понимали, это решение коллегиально принимается со всеми заинтересованными государственными органами, которые могут подсказать в тех или иных моментах. На самом деле, производителей оборудования для суперкомпьютеров не так много в мире. Мы сейчас рассматриваем именно тех топовых, которые используют все практически страны мира. То есть, для того, чтобы вы понимали, даже там Google, Facebook, они сейчас сами разрабатывают собственные суперкомпьютеры, но уже даже разработали, но они их еще не используют, потому что они не настолько эффективные, не настолько готовы для того, чтобы они уже перешли на свое именно оборудование. И практически все используют, там, оборудование двух-трех марок в мире. Там одни из топовых считаются, это Nvidia, к примеру, да. Какие страны? Разработчики из каких стран? Можно не называть брендов? В основном мы сейчас рассматриваем из Соединенных Штатов Америки. И все-таки, что вы пытаетесь доработать сейчас, учитывая недавнюю ситуацию? И сложно сказать по недавней ситуации, да. Данное оборудование при ввозе всегда проходит специальную проверку соответствующими службами, в том числе с учетом того, что мы впрямую являемся государственным контуром, мы самостоятельно в том числе выстраиваем информационную безопасность внутри. И, как я говорил, все абсолютно проходит соответствующие проверки со стороны Уполномоченных Орденов. Ну, это все понятно, да, Ростислав. Но вот все-таки, дополню вопрос Лунары, да, по поводу персональных данных. Постоянно нам гарантируют, что наши персональные данные будут под защитой. Но регулярно мы получаем новости, что произошла утечка, и там те же мошенники активно пользуются им. Суператака, опять же. Там ДДОС-атаки и прочее, прочее. Просто еще раз проще скажу. Хорошо, пусть будет суперкомпьютер. Мы только за, за прогресс, за развитие в стране. Но самый главный аспект здесь все-таки безопасность страны в целом и нации. Поэтому про утечку данных мы не можем не вспомнить, когда говорим про создание такого суперкомпьютера, тем более учитывая недавнюю ситуацию. Поэтому, Ростислав, классно, что вы с нами сегодня. Хотелось бы через вас передать как раз-таки вот это переживание и в том числе всех наших соотечественников при разработке учитывать этот важный тонкий момент. Еще один момент, если позволите. Возможность пользоваться этим суперкомпьютером будет только у Казахстана, граждан Казахстана? Или же планируется все-таки это, как говорится, на какое-то время, может быть, в будущем сдавать в аренду, я не знаю? Первый этап, то, что сейчас, по крайней мере, планируется запустить. Мы хотим, чтобы данный суперкомпьютер использовался как для нужд государственных органов, так и для нужд стартапов, условных IT-энтузиастов, как мы их называем. То есть, как я говорил, это самая дорогая точка входа на рынок искусственного интеллекта, оборудования. Соответственно, если мы сможем предоставить данную возможность для наших стартапов, для наших IT-компаний, отечественных, которые расположены в Казахстане, которые здесь уже развиваются и достигли каких-то побед, запустили какие-то крутые продукты, то мы считаем, что с учетом этого как раз-таки мы сможем взрастить целую AI-экосистему в стране. В том числе доступ к данному суперкомпьютеру получат вузы, исследовательское сообщество, потому что сейчас искусственный интеллект – это все же история на стыке IT и классической науки, исследовательской науки. Поэтому как раз-таки мы говорим о том, что доступ получит довольно-таки широкий спектр лиц, но именно внутри страны. Что он физически будет из себя представлять? Физически это представляет просто очень много-много серверов, только они не классические сервера, а на видеокартах. Вот как раньше в компьютерные игры все играли и старались поставить видеокарту как можно мощнее. В принципе, вот то, про что я и говорил, основные производители суперкомпьютеров – это бывшие производители видеокарт для обычных компьютеров. Глядя на прогнозы Голливуда, не захватит ли суперкомпьютера контроль над искусственным интеллектом, или искусственный интеллект не будет ли контролировать суперкомпьютеры? Как считаете? Интересный момент, очень много различных прогнозов. Здесь, конечно, очень важна в целом этическая сторона. То есть мы тоже внутри это довольно-таки много обсуждаем. То есть возможности, которые постепенно возникают с учетом развития искусственного интеллекта, кажется, что в ближайшие перспективы лет 10-15, они практически будут безграничны. Вполне возможно. И здесь возникают очень сложные моменты. На каких уровнях, как это правильно отрегулировать, что можно, что нельзя. И я все же, лично я, это неофициальная позиция, личная моя позиция. Я все же считаю, что каких-то космических теорий по захвату мира и так далее в ближайшее время уж точно не предвидится. Ну что ж, спасибо, что уделили время этим утром. С нами был председатель правления Акционерного общества национальной информационной технологии Ростислав Коняшкин. Вам хорошего дня и успешной работы. Рахмет. Мы продолжаем. Повлиять на качество учебников теперь может каждый казахстанец. Общественные обсуждения доступны на сайте Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования. Есть и несколько вариантов издания учебных пособий по трудовому обучению, изобразительному искусству, русскому и иностранным языкам, глобальным компетенциям и цифровой грамотности. Каждый зарегистрированный пользователь может скачать разные версии учебников или просмотреть их содержание онлайн. Затем оставить отзыв и помочь выбрать итоговый вариант. Принять участие в обсуждении Министерство просвещения предлагает как представителям общественности, так и научно-педагогическому сообществу. Под каждым из предварительных макетов изданий пользователи сети уже активно обсуждают качество, содержание, а также структуру, язык, изложение и оформление учебников. Обсуждения продлятся до 4 марта. Тем временем пять школ капитально отремонтируют в Западно-Казахстанской области в этом году. Работы местные власти обещают начать во время летних каникул. Модернизацию учебных заведений проведут за счет социальных обязательств компании-недропользователя. Зданию 17-й школы больше полувека. В обновлении здесь нуждается буквально все. Покосившиеся окна и двери, трещины на потолке. В таких условиях учатся почти 1800 детей. В школе уже скоро будет 60 лет. Капитальный ремонт еще не делался. Поэтому, ну, немножко она в плачевном состоянии, но она живая, она дышит. Детей очень много. И дети любят школу. Мы ежегодно проводим косметический ремонт. Ежегодно. Это мы белим, это мы красим панели, замазываем все эти дырки. А это одна из старейших музыкальных школ в стране. Учебное заведение носит имя легендарной Дины Нурпиисовой. Однако, учат детей высокому искусству не в лучших условиях. Зданию с полувековой историей необходим капитальный ремонт. В полном обновлении нуждается и материально-техническая база. Хочется заниматься на хорошем инструменте. И представляете, да, ну вот как вот сравнить, допустим, машину новая, да, вот, которая там кнопку нажала, она поехала, или которой там приходится с ручника заводить. Вот так же и здесь, если инструмент плохой, то на нем как бы и не шибко хочется играть. Больше половины инструментов, которые практически, грубо говоря, дрова. 47 лет, как школа открыта, конечно, она требует капитального ремонта. Это и крыша, и отопление, и коммуникации, и сантехника. Ну, уже современный вид, современные требования. Хочется, чтобы в школе, ну вот, какой-то произошел. Мы очень ждем. Наши власти, они обещают помочь. В этом году в регионе решили капитально отремонтировать сразу пять школ. В профильном ведомстве рассказали, модернизацию учебных заведений проведут за счет компании-недропользователя. На эти цели выделено около 4 миллиардов тенге. Один из них в Дзенгалинском районе, Кармановский комплекс школы «Девятский сад» в рамках программы «Аул Ельбисы» и «Четыре объекта» в рамках социально-инфраструктурных проектов компании КПО «БиВи». Проведение капитального ремонта планируется во время летних каникул. На сегодняшний день проводится работа по определению подрядчиков. В регионе 375 школ, из них 14 находятся в аварийном состоянии. Еще в 10 дети учатся в три смены. Вопрос с аварийными трехсменными учебными заведениями местные власти обещают решить в течение ближайших трех лет. Альбина Кумыргалеева, Булат Желгасов, Эльдар Аюпов, 24КИЗ, Уральск. Ну а сейчас коротко о том, какие события сегодня пройдут в стране. В столице мажористмены обсудят цифровизацию дорожной безопасности, в том числе частые правонарушения по организации движения. На повестке дня также вопросы поддержки туристской отрасли в Казахстане. Да, спикеры внесут свои предложения по улучшению визово-миграционного режима. Депутаты в очередной раз поднимут тему по защите прав женщин и безопасности детей. Между тем до 2% снизили ставку розничного налога в Шымкенте. Владельцы малого и среднего бизнеса неоднократно просили об этом. Аргументируя тем, что после пандемии бизнесу тяжело встать на ноги, а расходы постоянно растут. После обращений в городе создали рабочую группу, которая детально проанализировала ситуацию. По поручению главы государства в налоговый кодекс внесено изменения в виде специального налогового режима. Теперь местный исполнительный орган вправе принимать ставку. В мегаполисе ее решили снизить на 50%. Воспользоваться этим смогут предприниматели, чей годовой оборот не превышает 600 тысяч МРП или чуть более 2 миллиардов тенге. При этом не обязательно вставать на учет по НДС. Количество сотрудников должно быть не более 200 человек. Специалисты уверены, изменения положительные отразятся на бизнесе и должны минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов. Этот режим позволит малому и среднему бизнесу активизировать предпринимательскую инициативность, снизить налоговую административную нагрузку, расширять, развивать свой бизнес, создавать новые рабочие места с малыми финансовыми затратами. Десять казахстанских банков снизили ставки вознаграждения по несрочным вкладам, сообщают фонде гарантирования депозитов. Пойдут ли по их пути остальные финансовые организации? Наша коллега Сабина Балашкина готова об этом рассказать. И вот я знаю, что вы на днях выслушали мнение аналитиков. Можете раскрыть подробности? И аналитики не исключают, что аналогичный сценарий ждет все казахстанские банки. Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные процентные ставки по банковским вкладам в нацвалюте на март. Насколько ощутимо они упали, расскажу прямо сейчас. Важно понимать, что вместе со снижением базовой ставки дешевеют и банковские вклады, отмечают эксперты. Поэтому казахстанский фонд гарантирования депозитов подготовил новую рекомендацию для финорганизаций. Правда, опираться на нее банкам не обязательно, так как у них есть право самостоятельно устанавливать размер ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. Поэтому документ фонда носит лишь рекомендательный характер. Тем не менее, по данным казахстанского фонда гарантирования депозитов, 10 банков из 16, которые привлекают несрочные депозиты, уже снизили ставки вознаграждения. То, что КФГД выпускал рекомендации по депозитным ставкам, раньше было так или иначе. То есть, это все еще была рекомендация, но тем не менее, оно так вот подспудно предполагалось, что обязательно для исполнения. Вот так. То есть, ослушаться эти рекомендации добровольные было нельзя. Сейчас вроде как еще раз переподтвердили, что это все-таки рекомендация, и банки все-таки не обязаны следовать этим рекомендациям. К чему это приведет? Это приведет к тому, что ставки по депозитам будут снижаться. Ну, то есть, собственно говоря, снижение базовой ставки, конечная цель снижения базовой ставки именно в этом, отчасти. А теперь рассмотрим предельные ставки по банковским вкладам, рекомендованные Казахстанским фондом гарантирования депозитов на март. Картина выглядит следующим образом. Ставка вознаграждения несрочных вкладов немного снизилась до 14,3%. Сберегательные вклады на полгода с правом пополнения и без него стали дешевле на 0,5% пункта. Более выгодными стали сберегательные депозиты на два года. Если в феврале открытие такого вклада без права пополнения принесет владельцу всего 6,4%, то в марте почти в два раза больше. Такой же депозит, но с правом пополнения, пока привлекается банками под 8,9%. В марте его могут повысить почти до 12%. Надо отметить, что на сегодня больше других годовую ставку вознаграждения по депозитам снизил Каспий Банк. Его вклады подешевели на 1%, до 14%. 2023 год стал рекордным для казахстанских вкладчиков. Они доверили банкам свыше 20 триллионов тенге, что на 20% больше, чем в 2022. В топовые десятки банков-держателей депозитов ощутимый рост показателей был у всех, отмечают аналитики Ранкинг Киезет. В минусе оказались лишь три финнорганизации. Ситибанк Казахстан, Исламский банк Заман и Шинхан Банк Казахстан. Так как вклады населения растут быстрыми темпами, важно знать, что они защищены Казахстанским фондом гарантирования депозитов в случае, если финнорганизация лишится лицензии. В одном банке фонд гарантирует возместить до 20 миллионов тенге. Поэтому, если сумма вместе с процентами превышает этот показатель, эксперты рекомендуют хранить деньги в разных БВУ. Фонд защищает деньги во всех банках, кроме исламских. И в завершении информация с Казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 449 тенге 10 иинов, евро 488.33, рубль 4.87. Коллеги, хочется узнать у вас, раскроете секрет, вы храните деньги в банках. Как относитесь к депозитам в целом? Храним, наблюдаем, что есть, скажи, приход от этих же процентов, что мы держим в банке. Но всегда лучше, конечно, инвестировать. Нужно изучить вначале, чтобы не попасться мошенникам. В целом можно сделать так, чтобы деньги сами работали на себя. Когда банки сделают более выгодные условия, можно будет вообще жить прямо в банке. Спасибо. Сабина Балашкина была ее первая цифра. 19 пищевых добавок запретили использовать в Казахстане, России, Кыргызстане, Белоруссии и Армении. С 27 февраля в ЕС вступил в силу обновленный технический регламент. Этот документ обсуждался 8 лет. В списке есть добавки, которые уже запрещены во всем мире. Это, к примеру, муравьиная кислота и красный краситель контаксантин. Под запрет также попали добавки, содержащие алюминий. Их широко используют при производстве сухого молока, пряностей и твердых тертых сыров. Так как доказано, что в большой дозировке алюминий может вызвать нарушение центральной нервной системы, функции почек и онкологические заболевания. Под запрет попал и один из видов сахарозаменителя – стевия. Список новых запрещенных добавок составляли на основе исследований, которые выявили, что вещества оказывают негативное влияние на организм человека. У каждого из нас, как у потребителей, всегда вызывает настороженность наличие пищевых добавок и их маркировка так называемыми индексами Е, ну Ешками, как в народе говорят, которые воспринимаются как опасные вещества. Поэтому, по сути дела, вступившие в силу с 27 февраля текущего года изменения обновляют около 70% текста технического регламента. Предусмотрен переходный период 36 месяцев, в течение которого будут действовать документы об оценке соответствия на выпущенную продукцию. Продукция может свободно обращаться на рынки Евразийско-Криминского союза. Вы смотрите утренний информационный выпуск. С вами Лунара Бегусинова и Растан Балтин. Мы продолжаем. С развитием искусственного интеллекта способности роботов становятся все более удивительными. Становятся все более удивительными. Недавно компания из США анонсировала андроида, который может вести естественный диалог с человеком. Да, действительно, технологии не стоят на месте. Как раз о ней готовы рассказать наша коллега, международный обозреватель Сандулаж Байгуаныш. Сандулаж, еще раз доброе утро. Доброе утро. Какие еще новые проекты появились в мире? Да, сегодня IT-компании повсеместно внедряют нейросети в различные устройства. Например, китайский производитель Текно выпустил робопса, который может спокойно подниматься по лестнице, давать лапу и делать другие, исполнять функции. К слову, его презентация состоялась в Барселоне на международной выставке мобильной индустрии. Там представили также другие разработки. О них подробнее расскажу в сегодняшнем обзоре. Технологию удаленного управления автомобилем продемонстрировал китайский производитель техники Honor. Инструмент на базе искусственного интеллекта позволяет задавать поведение машины глазами. Для этого нужно настроить функцию отслеживания взгляда пользователя с помощью камеры смартфона. Экспериментальная технология позволяет запускать или выключать мотор и управлять движением автомобиля вперед или назад. Мы разработали сценарий, по которому автомобиль дистанционно заводится. Едет вперед, как будто его завезли на парковку. Останавливается, затем выбирает задний код и возвращается на парковку. И все это с помощью глаз и телефона. Альянс искусственного интеллекта и телекоммуникации изменит ландшафт мобильных сетей. На выставке в Барселоне крупные игроки технологической отрасли, включая Amazon, Microsoft и NVIDIA, а также мобильные компании Ericsson и Nokia заявили о готовности сотрудничать. Они поставили задачу ускорить мобильную связь с помощью ИИ. Производительность мобильного интернета станет мощнее. Большая пропускная способность и низкая задержка 5 и 6G могут сыграть важную роль в промышленности, что позволит вывести цифровой интеллект промышленности на новый уровень. Google перезапустит свой инструмент для создания изображений с искусственным интеллектом Gemini. Об этом во время презентации в Барселоне сообщил представитель корпорации. В компании хотят исправить неточности в генерации иллюстраций. Эта функция стала доступна, напомню, пользователям в начале этого месяца. Некоторые из них отмечали в социальных сетях, что сервис работает некорректно. Инструмент работал не так, как мы планировали. Мы вывели функцию в автономный режим, пока занимаемся ее исправлением. Надеемся, что она снова будет доступна онлайн в ближайшие пару недель. Семь лет нашего пути в качестве компании, ориентированной на искусственный интеллект. Наступает переломный момент, когда у нас есть возможность сделать искусственный интеллект еще более полезным для людей, для бизнеса, для сообществ, для всех. Этими разработками парад инноваций на международной выставке в Барселоне не завершается. Ежегодное мероприятие под названием Всемирный конгресс мобильных технологий продлится до 29 февраля включительно. В этом году именно к искусственному интеллекту и тому, как он меняет нашу жизнь, приковано внимание участников. А их немало, больше двух тысяч компаний, а также свыше ста тысяч гостей. Я пришел сюда, чтобы узнать, что происходит в области инноваций, поскольку я уделяю большое внимание цифровым технологиям, искусственному интеллекту и автоматизации. Поэтому мне нужна информация по этим направлениям. С момента запуска генеративного искусственного интеллекта в прошлом году было много дискуссий. Я в ожидании увидеть интересные проекты на базе искусственного интеллекта. За те два часа, что мы здесь находимся, мы увидели довольно много стендов со стартапами. Здесь много новых смартфонов, операторов сотовых связей и, конечно же, искусственный интеллект, который в последние годы и месяцы является одной из актуальных тем в мире. Между тем, в Европе придумывают новые способы контроля над искусственным интеллектом. Не за горами выборы в Европейский парламент. И чтобы не допустить нежелательного вмешательства в процесс голосования, там приняли решение создать специальную команду для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением нейросетями, сообщает Reuters. По мере приближения выборов мы запустим оперативный центр по выборам для выявления потенциальных угроз и принятия мер по их смягчению в режиме реального времени. Эксперты из различных подразделений компаний сосредоточатся на борьбе с дезинформацией, противостоянии операциям по оказанию влияния, устранении рисков, связанных со злоупотреблением искусственного интеллекта. К слову, в этом месяце Мета, Майкрософт и OpenAI и также еще 17 технокомпаний договорились сотрудничать, дабы предотвратить распространение обманчивого контента, созданного искусственным интеллектом. Сандугаша, а вот в Барселоне на конгрессе технологии заключили какие-нибудь сделки для контроля над искусственным интеллектом? Да, как раз таки на выставке компания Майкрософт заключила договор с парижским стартапом, который занимается именно искусственным интеллектом. И так планируется создать приложение для правительств в Европе, чтобы удовлетворить конкретные потребности госсектора, включая контроль за нейросетью. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо, это был Контур Мира и Сандугаш Байваныш. Спасибо, Сандугаш. И к другим новостям. Закон о сохранении и возрождении природы одобрил Европейский парламент. Проект приняли, несмотря на массовые протесты фермеров по всей Европе. Он направлен на восстановление естественной среды обитания Старого Света, где больше 80% классифицируются как неблагополучные. Например, оживление торфяников способствует поглощению выбросов СО2 и сдерживанию изменения климата. К 2030 году планируется восстановить не менее 20% суши и морских территорий Союза. А всех экосистем к 2050 директиву должны одобрить все страны-члены коалиции, прежде чем она вступит в силу. Япония начнет четвертый этап сброса воды с АЭС Фукусима-1 уже сегодня. Об этом сообщила компания-оператор атомной электростанции ТЭПКО. За 17 дней в Тихий океан планируют слить примерно 7800 тонн очищенной воды. Специалисты отмечают низкую концентрацию трития в планируемой к спуску жидкости. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии ранее заверяло в безопасности операции. За четыре этапа с пострадавшей АЭС удастся сбросить 31 тысячу тонн воды. Ученые установили, когда началось таяние ледника судного дня. Он считается одним из крупнейших на Земле. И, что известно, к данному моменту исчезновение может привести к необратимым изменениям в Антарктике. Согласно данным нового исследования, ледник стал отступать примерно 80 лет назад. Для этого группа ученых под руководством исследования из Университета Хьюстона собрала керны осадочных пород в семи местах. Моделирование, которое провели эксперты, указывают на мощный эль-нинью, нагревавший воды Западной Антарктики в период с 1939 года по 1942. Именно он смог стать причиной глобальных изменений. Ну а сейчас в Китае страна планирует провести почти 100 космических запусков и отправить на орбиту больше 300 аппаратов в этом году. Таким образом, Поднебесная побьет национальный рекорд. В прошлом году КНР совершил 67 таких запусков, заняв второе место в мире после Соединенных Штатов. В этом году большую часть из них осуществует Китайская государственная ракетно-космическая корпорация. Кроме того, в городе Венчан на юге страны заканчивается строительство нового коммерческого космодрома. Оттуда планируют провести первый запуск новой двухступенчатой ракеты Long March 12, которая работает на жидком топливе. Доброе утро. Начнем с премьеры в Алматы. Вчера на сцене Казахского национального театра драмы имени Мухтара Уэзова прошел первый показ спектакля «Ангел с дьявольским лицом». Постановка о жизни народа, пережившего и поныне испытывающего последствия испытаний на Семипалатинском полигоне. Согласно сюжету, в постановке отражена жизнь села Караул, ставшего объектом атомного эксперимента и непростая судьба девушки Лейли. Режиссером-постановщиком премьеры выступил Булат Атабаев. В Дворце Жастар прошел концерт, посвященный Дню вывода войск из Афганистана. Напомню, этот день внесен в перечень праздничных дат нашей страны. Для столичной публики выступали образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и танца нацгвардии и творческие коллективы Дворца Жастар. 15 февраля наша страна, все отмечали эту дату и наш концерт сегодняшний, он приурочен к этой дате. В этом концерте мы будем чествовать наших воинов-афганцев, ветеранов. Программа, она вся построена на песнях про Афганистан, про воинов, патриотические песни, которые будут исполнять наши молодые исполнители. Это очень хорошее мероприятие, мы его планировали еще в прошлом году, вот в этом году мы немножко запоздали из-за загруженности зала, но тем не менее мы проводим это мероприятие. Мы проводим совместно с Национальной гвардией Республик Казахстан, где сегодня служат тоже воины-интернационалисты. В Государственной академической филармонии имени Рикигали Рахмадеева состоялась премьера проекта «Денома Цфая». Участники концерта исполнили инструментальные песенные произведения музыкального наследия кочевников, добавляя современное звучание этно-рока. Как прошел концерт, расскажем в сюжете. Представление, где музыка, сочетается с традициями степной культуры. Проект «Денома Цфая» — воплощение атмосферы древности через мелодии, исполненные на национальных инструментах. Номера превращают историю кочевых народов в захватывающее зрелище, демонстрируя их обычаи и образ жизни. Режиссером премьеры выступил Бахат Тажинов. Это было очень волнительно, потому что разные жанры, во-первых, на одной сцене, в одном составе, так сказать, сводного оркестра будут звучать одновременно и казахские национальные инструменты, и современные инструменты, как гитара, бас-гитара, соло-гитара, в том числе и скрипка, и духовые инструменты. И в этом отношении мы действительно переживали относительно саунда, каким будет саунд, каким будет звучание, не испортим ли мы. И это тоже нас очень сильно волновало, но в процессе репетиции мы поняли, что мы на правильном пути. Соприкосновение неизведанного с вечностью представление воссоздает звуки прошлого, адаптируя их современность. Произведения музыкального наследия кочевников звучали с добавлением этно-рока. Мы подготовили программу для всех поколений. Мы хотели, чтобы она особенно понравилась молодежи, ведь в проект заложен большой смысл. Мы хотим рассказывать о нашей культуре, прививать ценности, демонстрировать звучание наших национальных инструментов. В программе выступили балет современной хореографии «Алем», ансамбль народной музыки Сырарка, камерный хор филармонии, солисты эстрадного классического народного вокала, а также эстрадно-симфонический оркестр. Новое звучание дополнит продуманная хореография, визуальные световые эффекты и декорации. Это возможность интерпретировать старые вещи в новой вариации, в оркестровой, соответственно, сопровождении оркестра. Поем мы сегодня произведение великого нашего казахского поэта, философа Абая, «Боя Булган» называется композиция. В оркестровой версии она звучит очень, конечно, красиво, очень необыкновенно. Весь концерт на сцене также проходили перформансы двух молодых художников. В работу в традиционном единственном исполнении стали иллюстрации всего музыкально-хореографического проекта. Тамириз Беляу, Ернар Жахсабаев, 24КЗ. В столичном театре «Жастар» отмечают 10 лет со дня рождения постановки комедии Уильяма Шекспира «Украшение астроптивой» на перевод Мухтара Уэзова. Режиссеры спектакля Нурханад Жахпай, Пикбулат Курмангужаев и Даурин Сергазин за свою историю «Украшение астроптивой» трижды получал Гран-при в номинацию «Лучший спектакль», а творческий состав становился обладателем престижных международных наград. Сегодня постановку снова представят на сцене театра в 19.00. Именно поэтому предлагаю сегодня сходить в театр «Жастар», потому что действительно очень интересно, это классический спектакль. Театр «Жастар» так и называется. Молодежь, значит, мы как часть молодежи сходим и помолодеем. Спасибо, Тамириз Белял была со своей рубрикой «Культурный подъем». Спасибо, Тамириз, постараемся сходить. Напоминаем, что в этой студии сегодня для вас работали Лунара Бекусинова. И Арстан Балтин. Увидимся на канале 24KZ. Передаем слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова